Заехали мы сюда. Здесь у людей был угольник. Вот немножко порядочек навели. Сейчас оформляем последние. Штрихи остались. Старой деревяшке в 30 квадратов Людмила Левчук радуется, как новой квартире. В Ивановке родная тетя Максима Кичегина живет много лет, но собственный дом купила только месяц назад на средства материнского капитала. У Людмилы трое детей, хотя официально с ней проживает только 9-летняя Юля. Старший сын учится в Благовещенске, а младший живет с отцом. Ну, ребенок у меня сейчас по решению суда проживает с бывшим мужем, так как отсудил, так как у меня не было своего жилья. Ребенок пока проживает там. Ну, так как болеет пока у мамы. Мама здесь рядышком в больнице работает, пока лечимся, в общем так. Людмила работает санитаркой в районной больнице и еле сводит концы с концами. Одеты, обуты, дети. Ни в чем не нуждаются. Форму ребенку сама купила. Зарплата, конечно, маленькая, с долгов только вылезу опять. Сколько получается, если не секрет? Ну, почти 15, но... Но трое детей? Трое детей. Ничего, выживаем. Самое главное – огород. Главная цель женщины – собрать всех детей и жить вместе. Чего я сейчас документы оформлю полностью, все на себя. Соберу ребенка обязательно. Это вот сама прибежала. Свою старшую сестру Лиду Людмила вспоминает по фотографиям. Говорит, последний раз видела ее 4 года назад. Тогда Лида вместе с маленьким Максимом приехала к ней погостить. Но так и осталось. Говорю, работай. Вот мы жили, тебе за квартиру не надо платить, за свет не надо платить. Я же тебя ничего не прошу. Пожалуйста, работай. Она не стала работать. Не знаю, что у нее там за причина получилась, почему она не стала там работать. Вот так вот. То туда тыкнется, то туда мыкнется. На одном месте не сиделась. Потому что, знаете, когда вот с этим вот делом люди дружат, то кому-то что-то объяснять – это бесполезно. Выпивать Лида начала после развода. Тоже муж работал на Бурейской. Квартира была, все. Но потом они разбежались. А потом это ее муж уехал к мамке на широкий. Детей забрал. Когда у Лиды забрали Максима, она жила у знакомой. Людмила на тот момент сама развелась и снимала комнату. Забрать сестру с малышом, говорит, было некуда. Куда мне пытаться? Я сама между небом и землей оказывалась каждый раз. С квартиры думаю, сегодня живу, а завтра выгонят. Кто бы мне его дал? Какая органа опека? Мне бы просто ребенка. Если бы помогли с пропиской и комнату в отчежитии, пусть она была бы вот такая вот маленькая, но она была бы моя, помогли бы мне оформить опекунство. Маленький белобрысый мальчик. Ножки такие маленькие, худенькие, рахитненький был. Конечно, помню, как не помню. Людмила видела племянника на работе в больнице, но, говорит, ее к нему не подпускали. А потом Максима увезли. В 2012 году у мальчика усыновилась семья из Италии. А в июле 2014 года приемный отец задушил шестилетнего малыша. О том, что Максим погиб, Людмила узнала от полицейских. В милицию я сюда приехала. Забрали меня в следственный комитет. Конечно, я была в шоке. Я и до сих пор не верю, что даже все это произошло, как в Италию. Отсюда, и прям ребенок в Италию. Ладно бы здесь где-то. Да, беда, конечно. Теперь Людмила пытается найти мать Максима. Лидию Кичигину, девичья фамилия Черепкова, подавали в розыск. Но безрезультатно. Информация о ней появилась в прошлом году. Людмила узнала, что сестра попадала в больницу после ДТП. Однако, куда она потом ушла, неизвестно. Последний раз Лидию видели прошлым летом. В Благовещенске, в районе Нового парка Дружбы, с ней случайно столкнулся ее брат. Там сейчас фонтан сделали, там сейчас перестроили, там я ее видел в этом здании. А что она делала? Ну как, что, с бомжами. А вы с ней как-то пытались? Ну так, разговаривали, все. Ну а что с ней разговаривать, если она там никакая была? Михаил Черепков больше не бомжует. Он отморозил ноги, и после ампутации Людмила забрала брата к себе. Теперь она ищет сестру. На этот раз у женщины есть свое жилье, и она готова родственнице помочь. Конечно, если она приедет, дай бог, живая, слава богу, пускай, помогу ей на работу устроиться. Как-нибудь. Живем же, спим. Наталья Шепелева, Иван Черных, Альфа Новости.